Работа у министерства многоплановая, отмечает Менькова. От слаженной деятельности отрасли соцзащиты зависит благополучие незащищенных категорий граждан. Это дети, пожилые люди, инвалиды, малообеспеченные, многодетные семьи. Одних пенсионеров в крае полтора миллиона. Год назад приняли решение объединить Министерство социального развития и Министерство труда. Сегодня это вообще большая армия людей. Но это и хорошо, что это объединение произошло, потому что сегодня мы понимаем, что эти процессы так или иначе один вытекает из другого. И сегодня вопросы трудоустройства населения, даже при том, что у нас самая низкая безработица в России, тем не менее эти вопросы остаются актуальными. Сегодня вопросы трудоустройства инвалидов. Люди должны чувствовать себя полноценными. У нас чуть больше 400 тысяч инвалидов живут на Кубани. Многие из них в трудоспособном возрасте. И сегодня мы должны гарантировать им, этим людям, работу. Ситуацию на рынке труда прокомментировал и исполняющий обязанности министра труда и социального развития Краснодарского края. Сергей Белопольский отметил, что Кубань входит в тройку регионов с наименьшим уровнем безработицы. Снижается количество безработных по сравнению с прошлым годом. Их стало меньше, что на 20%. Безусловно, основной результат работы. Конечно, это трудоустройство, изменение экономической ситуации. С начала года мы нашли работу при содействии центра занятости. У нас более 92 тысяч граждан. Это каждые 7 человек из 10 обратившихся. В крае много льготников. Но вместе с тем, отмечает вице-губернатор, министерство не находится на иждивении у бюджета. Соцсфера принимает активное участие и проводит большую работу по ликвидации неформальной занятости. В этой борьбе Сочи в лидерах курорт привели в пример остальным муниципальным образованием края. С начала этого года контрольные группы проверили около 2000 сочинских организаций. Из них неформальная занятость выявлена почти на 600 предприятиях. Половина из них оштрафована на сумму более полутора миллиона рублей. Много времени уделили и подведению итогов детского отдыха. Контроль за которым теперь непосредственно ведет Министерство труда и соцразвития. Резюме специалистов. Летняя оздоровительная кампания 2017 прошла успешно. В регионе, который сохраняет звание главной детской здравницы России, отдохнуло порядка 800 тысяч детей. Третий из которых – гости Кубани. Но вместе с тем не меньшего и особого внимания требуют местные ребята. И в первую очередь те, которые воспитываются в неблагополучных семьях. Случаев суицида меньше не становится. Это значит, что работа определенных органов ведется неэффективно, подчеркивает ИО-министра. Но есть и положительные показатели. В крае появляется все больше замещающих семей и опекунов. А значит, все меньше детей-сирот. В текущем году впервые в истории края процент семейного устройства таких детей достиг 97%. При общероссийском показателе 87%. В настоящее время почти в 9 тысячах замещающих семей в бане воспитываются более 14 тысяч детей. В социальной помощи нуждается каждый пятый житель Краснодарского края. И чтобы эта помощь была наиболее эффективной, специалисты отрасли пройдут обучение и курсы повышения квалификации. В соцсфере тоже есть ноу-хау, и их незамедлительно необходимо внедрять на Кубани. И это требования руководства региона. Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.